Встреча. Рассказ. В лимусине было жарко, а ей было слегка холодно. Она устала после перелета и немного хотела спать. Ее коллеги чувствовали себя комфортно, но она не была любителем шумных вечеринок. Начальство потратило огромные деньги на этот праздник. Первыми прибыли телевизионные знаменитости. Вышла какая-то заминка, и кому-то из них не хватило лимузина, поэтому их пересадили в менее роскошную машину. Наконец, прибыв на место, ей открывают дверь лимузина. Она медленно выходит и заходит в зал, стараясь держать осанку и улыбаться репортерам. Она вспомнила все уроки телевизионных знаменитостей о том, как вести себя правильно перед камерами и перед репортерами. Но я ее знал. Знал, что она не очень комфортно себя чувствует в такой обстановке. И ей намного удобнее дома с чашкой кофе в спортивных штанах. После торжественной части телевизионные знаменитости начали разъезжаться. Я хотел к ней подойти, но не решился. Подумал, что она слишком хороша для меня. Хотя до этого мы были знакомы и встречались несколько лет назад. После концерта я отправил ей сообщение, и мы поехали прогуляться. После прогулки по набережной я заказал ей кофе. В кафе она то и дело поглядывала на телефон. Как у тебя дела, а как жизнь? Думаю, она спросила только из вежливости. Зазвякнул ее телефон, пришло сообщение. Мы посидели еще немного, и я ее отвез домой. Друзья меня вытащили на вечеринку. Я знал, что у нее сегодня концерт, поэтому решил не звонить и не писать. Мои друзья выпили немного, я оставался трезвым. Я немного устал от этой вечеринки и решил выйти на улицу. Сев в машину, я решил поехать к ней. Когда все выходили из зала, я к ней подошел. Думал, мы поедем погулять, как и в прошлый раз. Наконец мне купили билеты на самолет домой. В тот момент я подумал, что теряю свою судьбу. Но кто знает, может, оно и к лучшему. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Много лет спустя встретились мы вновь. Скажи, жива твоя ко мне прежняя любовь. Ты стал совсем другой. А я устал. Хочу домой. Герой, собери меня с собой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова